Танковые танки Легким танком сопровождения пехоты стал Т-26, советский вариант английского Викерса 6-тонного. Кроме него на вооружение мото-механизированных частей РККА поступила еще одна легкая машина, которая имела иностранные корни. Танк БТ-2. БТ-2 легкий танк. Боевая масса 11 тонн. Длина корпуса 5,5 метров. Толщина лобовой брони 13 метров. Двигатель карбюраторный, авиационный, мощностью 400 лошадиных сил. Скорость до 50 км в час на гусеницах, до 70 км в час на колесах. Вооружение. Одна пушка калибра 37 мм, один-два пулемета калибра 7,62 мм. Экипаж 3 человека. В 1930 году комиссия во главе с начальником управления механизацией и моторизацией рабоче-крестьянской Красной Армии Иннокентием Халебским побывала в нескольких европейских странах и США. За океаном советские представители познакомились с инженером Уолтером Кристи. Кристи Джон Уолтер. Американский конструктор-самоучка, изобретатель. Годы жизни 1865-1944. Окончил бесплатную школу для рабочих. Автор множества оригинальных конструкций гражданской и боевой техники. Военное ведомство США отвергло почти все его изобретения. В то время Кристи строил экспериментальные колесно-гусеничные машины. Его новейшая модель 1940 резко отличалась от существующих танков огромными по тогдашним понятиям колесами и одной удивительной особенностью. Для совершения скоростных маршей гусеницы могли сниматься и укладываться вдоль бортов. Авиационный мотор обеспечивал невиданную удельную мощность. Более 30 лошадиных сил на тонну. Скорость машины при движении со снятыми гусеницами достигала 70 км в час. Втрое выше, чем у гусеничных конкурентов. Плавность хода обеспечивала индивидуальная пружинная подвеска колес. По достоинству оценив революционный дизайн, комиссия Холебского закупила два танка Кристи, чертежи и права на серийное производство. Однако в СССР прибыли только шасси американских машин без башен и вооружений. Поэтому советским конструкторам пришлось разрабатывать башни для новой машины самостоятельно. Было создано несколько вариантов, в зависимости от вооружения. Пушки и пулеметы монтировались раздельно в специальных масках и подвижных бронировках. В 1931 году танк Уолтера Кристи с новыми башнями под индексом БТ-2, быстроходный танк 2, был принят на вооружение и запущен в серийное производство. Впервые три советских БТ-2 были показаны публике на параде в Москве 7 ноября 1931 года. Производство быстроходных танков было организовано на Харьковском паровозостроительном заводе. Планировалось, что БТ-2 станет танком-истребителем. Действуя совместно с Т-26, он должен был защищать его от танков противника. В постановку на вооружение танка Кристи, в дальнейшем БТ-5, была основной идеей применения колесно-гусеничной машины, которая использовала и гусеничный ход, и колесно-автомобильный. Также была возможность установки машины на железнодорожное полотно, использовать для передвижения именно по магистралям, которые уже созданы. При использовании колесного хода танк управлялся с помощью съемного штурвала. Первые серийные экземпляры БТ-2 поступили на вооружение механизированной бригады имени Калиновского. Она дислоцировалась в Московском военном округе. По типу этой бригады в первой половине 30-х годов началось развертывание механизированных соединений в других военных округах. Танками БТ-2 оснащались также механизированные полки кавалерийских дивизий. Эксплуатация в войсках выявила недостатки машины. В первую очередь они касались моторной группы. На танки БТ ставились бывшие в употреблении авиационные двигатели типа «Либерти». Капризные и ненадежные, они часто выходили из строя. Разрушались траки гусениц, изготовленные из некачественной стали. К тому же Харьковский паровозостроительный завод не справлялся с заданиями по выпуску запасных частей. Поэтому войска вели боевую учебу только на половине имеющихся танков. Другую половину в целях сохранения моторесурса держали в неприкосновенном запасе. Несмотря на все недостатки и сложности эксплуатации, танкисты любили свои БТ-шки. За скорость и прыгучесть. На маневрах эти машины легко перелетали через небольшие реки, рвы и овраги. Испытатель танков капитан Евгений Кульчицкий установил рекорд свободного полета на танке БТ – 42 метра. За это достижение Кульчицкий получил прозвище «Танковый Чкалов». В 1933 году из танкового цеха Харьковского паровозостроительного завода вышла новая машина – БТ-5. В основе своей это был танк БТ-2, но уже с другой, эллиптической башни. Конструкторы разместили в ней пушку калибра 45 миллиметров. Это орудие создали на основе противотанковой 45-ки. БТ-5 получил радиостанцию с поручневой антенной, такой же, как на Т-26. Ходовая часть осталась без изменений. Всего за два года выпустили 1884 БТ-5. Проверку боем эти танки прошли, как и Т-26, в Испании. Туда прибыли 50 БТ-шек вместе с экипажами из добровольцев. Из них был сформирован отдельный интернациональный танковый полк республиканской армии. В ходе боевых действий 31 машина погибла. В основном от огня противотанковой артиллерии. Броня БТ пробивалась даже из противотанковых ружей. Опыт эксплуатации в войсках, бои гражданской войны в Испании, показали слабые места быстроходных танков. Невысокую надежность ходовой части и двигателей, сложность в управлении. Недостатки устранялись на новых моделях БТ. Лучшим и самым известным среди быстроходных танков стал БТ-7. Как и его предшественники, он мог передвигаться на гусеницах и на колесах. БТ-7. Легкий танк. Боевая масса 13 тонн. Длина корпуса 5,6 метра. Толщина лобовой брони 20 миллиметров. Двигатель картураторный, авиационный, мощностью 400 лошадиных сил. Скорость до 53 километров в час на гусеницах, до 73 километров в час на колесах. Вооружение. Одна пушка калибра 45 миллиметров, два пулемета калибра 7,62 миллиметра. Экипаж 3 человека. Новыми на БТ-7 были двигатель, главный фрикцион и коробка передач, ленточные тормоза и мелкозвенчатые гусеницы. На первых образцах танка стояла цилиндрическая башня. Позже ей придали коническую форму. В 1938 году инженеры модернизировали механизмы наведения пушки, ввели стабилизатор линии прицеливания. В 1939 году появилась модификация БТ-7М с дизельным двигателем. Скорость танка возросла до 62 километров в час на гусеницах и до 82 километров в час на колесах, а вес до 14,5 тонн. Также было построено 155 артиллерийских танков БТ-7А с 76-миллиметровой пушкой в башне увеличенных размеров. Боевое крещение БТ-7 прошли на реке Халхингол. Они отлично показали себя в столкновениях с японцами. Поединки БТ и японских танков неизменно заканчивались в пользу советских машин. Затем была война с Финляндией, которая стала суровым испытанием для советских танков. БТ-шки со своими гладкими узкими гусеницами в глубоком снегу оказались беспомощными. Машины могли двигаться только по укатанным дорогам или по колее, проложенной более мощными танками Т-28. В лесах Карелии главное преимущество танков БТ – скорость – было бесполезно. Вновь выявилась слабость бронезащиты. Поэтому некоторое количество машин оснастили дополнительными экранами. В целом «семерки» зарекомендовали себя вполне надежными и боеспособными танками. При хорошей подготовке экипажей и грамотной тактике они были грозными боевыми единицами. Многие новинки в области танкостроения вначале отрабатывались на быстроходных танках. На базе всех БТ-2, БТ-5, БТ-7 создавались химические танки, то есть огнеметные танки. Создавались СТБ, саперные бронированные танки, которые мостокладчики. Также создавались телевизионные танки, радиоуправляемые машины, то же самое с огнеметами и пушечными вооружениями. Также были и бронетранспортерные базы этих машин. Стремительность автомобиля, большая дальность пробега по шоссе, высокая проходимость. Эти качества сделали БТ самыми знаменитыми советскими танками предвоенных лет. Они стали гордостью и символом мото-механизированных войск рабоче-крестьянской Красной Армии. Скоростные легкие танки были предназначены для развития первоначального успеха в наступлении. Но опыт Первой мировой войны доказывал, что для прорыва хорошо укрепленных оборонительных позиций требуются более мощные боевые машины. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». «Оружие»